доброе утро добрый день сегодня мы едем опять снова в горы у нас будет четыре человека полный экипаж такая прекрасная погода как обычно едут за ними пункт назначения это у нас гостиница владикавказ там собираемся и выдвигаемся в сторону кармадонского ущелья очень такая история мы сюда приехали уже нас тут четыре девочки упали впереди в тюле мы приехали уже на первое место это мемориал бодрова погода плюс-минус хорошая думаю дальше будет прям хорошо спасибо сделаем пару кадров а заведите идите сюда на пять шагов вот так потерялись наши эти вы прошейки постоянные весь постоянно помните был один такой собакен настолько любообильные что прыгал на всех не видимо нашел себе другое пристанище что было понятно вот это вот все это вот все было затоплено при сходе ледника первые деревья где видны именно вот до этого места примерно плюс-минус расходим дальше под кивычным локациям это саталина кармадонская и налгонская пара смотровых перевал а потом город мертвых дальше посмотрим девочки же фоткают вот это прям так красиво остановочка еще одна здесь можно увидеть путь который проделал ледник вот я вам тоже расскажу вот смотрите эти линии леса вот вот здесь вот это все выросло да и вот с этой стороны тоже видите вот лес и он вот сюда за что вот сюда чуть зашел и вот здесь уже был так видите ледник не различаете нет с левой стороны вы где больше всего белого искал не видны это есть ледник называется майли и от него вот так вправо колка а еще дальше еще раз под осмотреть вот холм этот заросший наоборот деревья и за ним вот смотри много белого это не видно скал вот сверху это ледник сам а вот вниз и так спускается там видов прям да 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 это все язык ледника и он там дальше можно если пройти мы сейчас поднимемся можно тоже видим он вниз спускается и вообще это путь гору казбек когда восхождение ведут а отсюда вот про эту дорогу прямо вперед и там чтобы перри пройти там короче дорога проходит через сам язык ледника нужно его пройти и дальше подниматься и с правой стороны вот за вот этой горы которая чуть ближе к нам скала вида да вот различия за ним уже там колка и вот так сошел и потом вот это все пошло а еще выше колки там вот тот 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 который его ударил мы его сегодня практически тоже увидим а вон это такая большая гора но вот так с облаками когда где-то лазит к сбег с той стороны разбег прям вот это другие горы они не такие большие они просто ближе так кажется а это далеко поэтому так кажется но на одном уроке мы когда ехали вот только вот заправки там получается слева наказбек видели белой шапкой на главы сейчас будем проезжать здесь эти пограничники чтобы кстати пройти туда на казбек точно нужно пограничников посещать есть определенная . до которую до которой можно пройти по паспорту а до дальше нужен пропуск ну до ванн там горячий ванн есть родон или горячий ванн туда постоянно туристы все ходят и местные туда можно просто по паспорту с собой потому что пограничники постоянно патрулируют и если нет паспорта то пройдемте пожалуйста штраф выпишем вам в отделении так скажем в управлении а паспорт по российскому или загранного в россии я да зачем тебе загран в россии а зачем здесь пограничная зона пограничная зона пограничная зона между кем грузия казбек зачем тогда ему российский пяти километровая зона и вдруг ты хочешь убежать в пяти километровой зоне нужен пропуск всем до пяти километровой зоны просто паспорт чтобы был собой а всех иностранцев нужно отправлять сразу к ним если мы такие места посещаем увидели точно этот уже ледник вот вот он прям удобно выделяется белый вот если присмотреться то да вот оно когда ты сказал язык именно реально как язык вот так вот идет когда-то я его тогда еще поняла как будто вода замерз вот это летом это прям сразу видно потому что вся весь снег ставит снега нет только ледники остается летом приезжают люди и говорят с одессой машины а мы же увидим заснеженные горы и зимой кто летом нет только ледники причем летом сложность в чем в том что вершины все в облаках это называется да фен да эти горы образуют ну к себе либо притягивать либо образуют облака и они все закрыты бывают я это называю увидеть полу раздетую женщину как будто она лежит нет ее половина закрыта все остальное открыто до стихи и очень интересно они вообще зарабатывают деньги тут встречаться я помню в сочи вино это покупают я смотрю в учебы не вас привезли богатым людям в дом они вам все прям ведомок продавать уксус продают крашеный покупали вот такими ведра я смотрю люди приезжают я не надо попробовать не пробуют потом домой приезжают и оттого пирамида закидывать я вообще в таком шоке была поню приехала к хозяйке рассказываю вы существо нас туристы дебильные ну и рассказываю про это вино и я говорю покупали же а она там это хоть и купила я говорю нет конечно больная она говорит иди к моему соседу позвоню я вот тебя продаст нет я пошла действительно кое соседу он мне продал нормально эти модели бывают у меня такие девочки одиночки попадают что просто она одна все больше никто на этот день и на каждую сновку в телефон не вручает а другая бывает другой вид девочек всю дорогу везде станете она смотрит выходит смотрит я буду сходку она просто хочет это все смотреть и не фоткой а как ты же не вспомнишь то мне пофиг я это все запомнил эмоциями самое главное вы делать все правильно надо во всех местах новых фотографировать не места а себя на афоне этих мест не важно как на самом деле правда потом не запоминается то есть ты сейчас здесь все так словил картинку все нормально все хорошо а потом нам это приедешь а потом фантазия дорисую по-другому вы увидишь уже как красиво получается 500 рублей тебе чтоб мало телефон своим фото так ну чё погнали девочки а куда угодно бегай просто как чумачечья ты ты медленно снимай а рука в кармане зачем и поехала иди сюда заново теперь обратно беги да иди обратно да давай вот сюда чуть чуть правее уходи да давай беги вот так беги все беги беги так-то в горы побежать спасибо большое чай в горах мечтать о такой могла неделю назад в тюмени сидя холодный а чуть-чуть на 5-10 градусов больше температуру отсутствие ветра штиль уехать надо просто сил силой тыщить короче заставляет людей вот таких мест уходить представьте костер агитация вообще просто вообще ничего не надо холодно даже вот если сейчас очень да а летом летом тоже холодно тоже да даже с костром и с палаткой ну если ты спальники то вару холодно палаточники ходят мы спали в архизе летом в июне было до минус пяти и мы нагревали с чайника наливали в бутылки и бутылки в спальне клали чтобы это нормально было а это только минус 5 снова в нашем любимом кахтесаре место с серпантинами когда-то здесь будет скоро асфальтированная дорога или асфальтированная или как-нибудь знает так много всяких возвышенности чем красиво не страшно метров пять платить можно но зачем он смотрите еще этот убедили эти рисунки он видно видишь рисунки которые синие да вот там девочка с журжавлями там какая-то травушка там лошадь что-то еще чуть-чуть там много общих вниз еще там щеки ронайт ли нарисована амазонка но она же в каком-то фильм было мазонкой и вот этот кадр клокушки-лягушки ветер опять сильно дует ну не сильно нормально а вот так умеешь какой кадр нет можешь с youtube скачать можешь с youtube скачать да давай засунем переворачиваешь вот так опускаешь поднимаешь она же не соленая вода она же не соленая вода красота неимоверная она назови эту букву а почти правильно она в английской транскрипции там немецкой используется но там она звучит как и мы могли ее по городу на каких-то больших этих надписях встретить только она выглядит это маленькая есть большая она как а и к ней вот так и а что за камни чтобы машина не заезжает пишет и все из утрова было распахали машины ну как вам как 3d с этой горы она где-то 3200 вот вершина можно в хорошую погоду увидеть эльбрус у меня тоже есть восхождение как будто смотришь на картинку с другого времени свет другой как будто другое измерение ну вот это же рассказывал да это это не люблю эти научные обоснования магии да 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 я тоже это дымка это другое они какие-то бархатистые прям да а есть одна легенда что вот там вот сейчас мы спустимся там поселение будет и видите вот идут вот эти вот там внизу как это объяснить ну вот там рельеф такой внизу прям в низине посмотри да как лестница да это то что земля шла вниз а есть типа легенда что перед тем как туда люди заселились пришли туда люди предки наши и там все было в лесу деревья и им это так место понравилось что они выкопали это все все перекопали все убрали и осталось очень много лопат и поэтому название этого села звучит как лопата ну фиагдон называется афиаг это лопата вот вон видишь вышку вот туда мы едем так далеко еще и оттуда если вам не помешать ничего мы увидим откуда мы ехали офигеть это вот как раз самая высокая точка до этого там лавочка я не могу я не верю что это настоящая я не понимаю а с этой стороны буква как доллар и маш аккуратно иначе где Beef с этой стороны в фокусате Можешь раскачивать Кошмар Я захочу самоубийца когда-нибудь Именно сюда придут, раскачаются А прикол в том, что так неудобно В смысле, не уйдешься, будет больно Давай еще раз так же сделай Ой, красивая какая ты Какая ты небесная Ну так твоя же Кто рожал? В чем здесь я? Маме спасибо Какая ты неземная дочь Можешь сама раскачаться Давай, пробуй Ты же видела, как я раскачивался? Это будет более по-настоящему Женщина Кровей горячих В своей среде Ваши ощущения? Нет слов Это сон Невероятная какая-то Я во сне Космический Вот какая-то А смотри, сколько людей тебя ждут Я заканчиваю Мама, акробат Окей Что-то неправильно пошла Ну что это неправильно Все правильно Кто-то не уходит Туда идите сразу Не толпитесь Ага Жить тоже неправильно Короче, все вы неправильно это сделали Вот там, постойте Это на обратном пути сфоткайте Короче, смотрите Вон леопард Перед ней азиатский леопард Символ Осетии На гербе На гербе изображен Это артобег Но это понятно Но мы сейчас идем вниз Шаги предельно короткие Спина ровная Руками не помогаем Стараемся идти ровно Потому что Если вы помогаете руками Я знаю, что случается так Упадешь Если ты упадешь Будет больно Не спеши Не ментеши Угу Хочется Здесь еще ладно Там вниз будет Страшно Стойте Сейчас Обратно вот такое Не наступайте А Насыпется Старайтесь по бокам Хорошо И посмотрите, как я это делаю Я это делаю прям для блондинок Будем каждый сколько-то метров останавливаться Чтобы все прошли Обратно мы полетим все наверх Взлетим Не, нормально, нормально Я живой Нормально Я сказал короткий А она прям широко пошла Короткие шаги Короткие шаги Короткие шаги Короткие шаги Идти можно? Ну если получается Нормально Нормально У меня не столкните Там что? Так, 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 так Посидите Давай я тебя буду лучше держать Давай Давай Смотри, пошла по центру Вот здесь уже можно Видишь Нету Цепухи Чтоб не было Ага Цепухи Можно дальше Вниз идите Вниз Вниз Не, не так Не так Дальше Дальше Давай Я тебя помогаю Я буду нормально Ручка Видите? Обратно Обратно Быстро Вот так Вот так Идите Повыще Поставь ножку А потом уже спускайся Даже говорил Не садись Ничего нету Давай руку Все И вот так В вход идите Ай Здесь вода поднимается намного выше Вот где он стоит Этот камень полностью скрывает Класс Класс Пойдем что-то покажи Весь мусор яка принесла Весь мусор яка принесла Тьфу А Там Тьфу Мир Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, теперь надо здесь перепрыгнуть обратно Здесь у них трапезная Здесь трапезная А тут нам чаи продают, да? Да, это монастырская лавка, это часовня Это храм Монастырь с храмом Ближе к поручням идите, вот так Чтоб держаться? Чтоб держаться, да, потому что крутые лестницы А почему сюда подожди? Чтоб не упасть Если хочешь, иди так Просто предложил Сейчас он, к сожалению, закрыт За то, что там ведется реставрация Там роспись ведут И только по выходным открыт бывает Когда рабочие отдыхают Вот, но так он внутри очень красив Да? Там вот эти оттенки синего Темно-синий такой Я говорю, на этот похож, да? Снизу, на Далай-Ламовский В Тибейце-то как его? Что, я совсем-то больше? Скорее вообще Ему, этот, сколько лет? Ну, старый, да, я не знаю Чуть больше 20 лет Терпи, казак, атаманом будешь Очень точно Наверное Ну, это казачка, вон она прям прикольная Где-то Поехал Какой конфет Слушай, ну, это местный автобус А откуда они сами? Только он знамя так несет Знамя нос, серо Стоять 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 Добрый знамя Что, ты кайфуешь здесь, да? Где твой рыжий брат? У меня эфир в носу У меня эфир в носу Ротом дышать надо Ротом, да? Не, вы можете идти, как вам идется Два шестьсот Всего? Всего Все Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok